Дорогие братья и сестры, откровенно скажу, что я не думал проповедовать сегодня, думал, что братья есть и гости у нас, и наши пастыри, но мне сказали, что поскольку я уезжаю, лучше все-таки, чтобы я мог чем-то поделиться. И, конечно, я хотел бы поделиться тем, о чем я размышлял, вот сидя в аэропорту, ожидая самолета на Самару. Я обратил внимание вот на какой текст из Писания, на 59-ю главу книги пророка Исаии, я закончил теперь читать эту книгу. 59-я глава книги пророка Исаии, здесь рассматривается, вернее, в этой книге пророк Исаии продолжает отвечать на вопрос, который Израиль задает Богу, этот вопрос в 58-й главе, в 3-м стихе, почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души, а ты не знаешь. Израиль роптал на Бога за то, что Бог прекратил общаться с ним, что он перестал отвечать на молитвы, теперь Израиль живет только своими собственными ресурсами, возможностями. Это очень угнетало и озадачивало народ, и они, к сожалению, видели причину своих неудач не в себе, а в Боге. С Богом что-то случилось. И вот пророк Исаия, вернее, Господь через пророк Исаия в 58-й главе отвечал на этот вопрос, и в 59-й главе продолжает отвечать на этот вопрос, что мешает Богу общаться с людьми, что мешает Богу давать ответы на их прошение. Итак, мы читаем 59-ю главу пророка Исаии. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие Ваше произвели разделение между Вами и Богом Вашим, и грехи Ваши отвращают лицо Его от Вас, чтобы не слышать. Вы видите, здесь два великих заявления, которым более чем достаточно подтверждений. Заявление о том, что, во-первых, рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Бог не изменился, силы Его не убавились. Он может разрешить любую проблему человека. И в самом деле, сколько в Библии свидетельств на эту тему. Вы знаете, у Израиля было много врагов. Но когда они обращались к Господу, Он избавлял их от врагов, давал им чудесные победы. Когда Иона оказался в глубине моря, в очреве кита, рука Господня была сильна, чтобы извлечь Его из этих труднейших обстоятельств, которые Он обозначил как пребывание в аду. Когда Даниил попал в львиный ров, рука Господня не сократилась, чтобы заградить пасть львам. И они никакой беды не причинили Даниилу. Второе заявление, что ухо Господа желает слышать просьбы людей. Он желает слышать. И опять-таки много свидетельств того, что это происходило. Вы помните, Господь слышал всех патриархов. Он слышал Иакова, когда тот обращался к нему в своих многоразличных трудностях. Бог слышал стена не Израиля во время рабства египетского. Бог слышал молитву Анны, когда она, придя в храм, беззвучно просила Его, дай мне дитя. Действительно, Господь желает слышать признание людей в их прегрешениях, признание в благодарности, в любви к Нему. Господь весь направлен к людям. И вот обратите внимание, дальше пророк Исаия противопоставляет Божьей руке, которая может спасать, Божьему уху, которая внимательно к каждой проблеме людей противопоставляет руку человека и уста человека. И Он говорит, вот то, что делают руки, то, что творят уста, это и разделяет Бога с человеком. Это и не позволяет Богу помочь человеку, вызволить его из какой-то нужды, и не позволяет Богу иметь с человеком общение. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия в отношении человеческих рук. Видите, это противопоставление, рука Господня может спасать, творить добро. А что делает человеческая рука? «Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием» – третий стих. Вы знаете, Господь создал руку, как изумительный инструмент, человек. У животных нет рук. Рука человека очень красива. Это действительно верх Божьего искусства, Его удивительное произведение. Рука человека, она может ласкать детей, она может извлекать чудесные звуки из музыкальных инструментов. Рука человека может обнимать, рука человека может писать какие-то прекрасные вещи, рисовать картины. Рука человека может строить, рука человека может лечить, рука может простираться к Богу. Бог создал руки человека для того, чтобы они были вот этим инструментом для оказания добра и любви. И посмотрите, во что превратил человек этот великолепный инструмент. Еще раз посмотрим на третий текст. «Вот руки ваши осквернены кровью и персты беззаконием». Вот эти руки стали проливать человеческую кровь. Они стали лишать себе подобных жизни. Что творят руки? Я уже говорил, руки могут исцелять. Но нередко эти же руки врачей прерывают жизнь во чреве матери. У нас был Петр Вальтерович Мицкевич. И он поделился нам такой неожиданной новостью. Супруге 43 года. Но вот через месяц она родит Елизавету. Вот такой подарок, так сказать, на участке жизни в 43 года. Ну и, конечно, когда она пошла к врачам, что же ей предложили врачи? Они стали ее стращать. Ты уже старая. У тебя давление. Могут быть те и другие вещи. Самое лучшее сделать аборт. Руки осквернены беззаконием. Осквернены кровью невинных младенцев. Осквернены кровью людей. Во что превратил человек свои руки? И как Бог может общаться с теми, кто вот этот чудный инструмент добра и любви сделал инструментом греха? Бог говорит, что руки осквернены беззаконием. Чем конкретно? Знаете, руками человек присваивает чужое имущество. Руками своими человек изготавливает какую-то халтуру и потом ее продает. Руками своими человек изготавливает идолов и им поклоняется. Руками своими человек настраивает весы на рынке так, чтобы они обманывали грамм на сто или больше. Руками своими человек лицемерно приветствуется. А на самом деле он хранит недобрые чувства. Руками своими человек накапливает неправедные богатства. Руками своими человек производит ненужные траты. И вместо того, чтобы эти средства употребить на дело Господнее, на добро, он тратит на какие-то излишества. Именно его руки, иногда, знаете, не хотят дать, сжимаются, как в Писании сказано, ты не удерживай руки своей от бедного. Все это беззаконие наших рук. И Богу это неприятно. И Бог не может общаться с теми, у кого такие руки запачканы кровью, либо замаранные каким-то беззаконием. Во всех этих грехах рук Господь упрекает через пророков Израиль. И упрекает очень серьезно. И говорит, я не могу иметь с вами общение, пока ваши руки не станут чистыми. Затем пророк переходит к устам. Мы читаем в третьем стихе. Посмотрите. Уста ваши говорят ложь. Язык ваш произносит неправду. Знаете, только человек имеет прекрасные уста. Они прекрасны по форме. Они прекрасны не только физически. Но более, они прекрасны тогда, когда из наших уст изливается свидетельство о любви, принятие, когда слова утешения и поддержки исходят из наших уст, когда это слова нежного укора, слова благодарности и слова спасения. Как прекрасны эти уста. Вы прочитайте книгу притч. Там сказано, что уста праведников это как древо жизни. Или помните, такой текст иной уязвляет языком своим, как мечом. Но уста мудрых врачует. Смерть и жизнь заключена в наших устах. И как прекрасно, когда мы нашими устами можем призвать имя Бога. Как чудесно, когда нашими устами мы говорим друг другу, брат и сестра. Выше и лучше этого звания нет во всем мире. Но посмотрите, что сделал грех с этим чудным Божьим произведением. Грех осквернил уста. И он сделал уста орудием лжи, как мы с вами прочитали. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Какие конкретно грехи языка мы могли бы с вами припомнить? Как грех сделал уста человека устами лжи? А вот помните, 13-й псалом сказал безумие в своем сердце, что нет Бога. Это же ложь. Или искажается характер Бога устами. Мы как-то проповедовали здесь на 3-й псалом, и там Давид рассказывает, как враги ему говорят, нет ему спасения в Боге. Это ложь. И чем говорят они? Своими устами. Знаете, когда человек льстит другому человеку, это и есть грех уст. Или когда он молится идолам, это грех уст. Или когда мы что-то преувеличиваем, чтобы произвести впечатление, это грех уст. Или когда мы сообщаем недостоверную информацию, это беззаконие, Бог это ненавидит. Или когда нашими устами мы унижаем человеческое достоинство, мы совершаем ужасный грех. Когда клевещем, оскорбляем кого-то. Или когда преступно молчим о Господе Иисусе Христе. Вы знаете, братья и сестры, это тоже грех. Когда мы молчим. Вы помните, Бог сказал, если я скажу беззаконнику, что он смертью умрет, а ты? А ты что сделал? Да, ты его не предупредил, ты просто промолчал. Меня, мол, это не касается, это твоя проблема. То Бог сказал, я взыщу кровь этого человека, который умрет за свой грех. С кого? С тебя. Грех сделал уста своим орудием. Это ужасное. И обратите внимание, братья и сестры, что в этом тексте мы видим, как Святой Бог уравнивает по значимости грехи рук и грехи языка. Как вы думаете, это случайно? Случайно ли Бог поставил на одну ступень убийство, воровство и оскорбление, унижение и молчание? Нет, это не случайно. Для Бога равнозначно, совершается ли грех руками или совершается грех устами. Все это неизбежно разделит человека с Богом. и давайте посмотрим, каковы же плоды вот грешных рук и грешных уст. Уже один мы отметили, он во втором стихе обозначен, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Разобщили. Вы знаете, мы переживали или кто-то переживает из нас по сию пору разобщенность. Возможно, вы когда-то были друзьями, возможно, вы когда-то любили друг друга и давали друг другу обет верности, но теперь произошла эта разобщенность и поверьте, от этой разобщенности страдают оба. Если бы Богу было все равно, что происходит с нами, что мы делаем, какие наши руки, какие наши густа, если бы Богу доставило удовольствие нам отомстить за то, что мы с Ним разобщились, за то, что мы разбили Его ожидания в отношении нас, Бог бы не стал к нам обращаться с такими увещеваниями, но дело в том, что Богу не все равно, хотя Бог самодостаточный, хотя Бог не нуждается в том, чтобы мы прибавили к Его славе еще наши какие-то восхваления, и все-таки будучи таким Богом, Господь желает тебя и меня видеть у своих ног, желает тебя и меня видеть своим служителем, но не служителем сатаны, Господь желает тебя и меня видеть в раю, но не в аду, это Бог, и когда мы разделены с Ним, это доставляет скорбь сердцу Бога, вы помните это библейское заявление о мире, допотопном мире, когда Библия говорит, развращение людей умножилось, и что же Бог? Бог посмотрел с такой радостью, потирая руки, сказал, ну, теперь-то уж я сейчас с вами расправлюсь, что говорит нам Библия? Бог посмотрел на развращение людей и воскорбел в сердце своем, вы знаете, грех рук и грех уст причиняет скорбь Богу, если бы это было не так, Христос бы не плакал о Иерусалиме, если бы это было не так, Христос не сказал бы об Иуде, глубоко возмутившись в своем сердце, возмутившись скорбью, лучше бы тому человеку было бы не родиться, дорогие друзья, когда наши руки и уста осквернены грехом, мы причиняем прежде всего скорбь Богу, но и мы тоже не в радости, посмотрите, стих 5 говорит нам, что эти грехи уничтожают добрые взаимоотношения, вот 5 стих, может даже и 4 прочитать, никто не возвышает голоса за правду, это мы уже говорили, когда мы молчим, мы тоже совершаем грех, никто не вступается за истину, надеются на пустое, говорят ложь, начинает злое, рождают злодейство, высиживают змеиные яйца, ткут паутину, кто поест яиц их, умрет, если раздавит, выползнет ехидно, посмотрите, пророк сравнивает вот все нечестивые дела со змеиными яйцами, которые отравят человека, и он умрет, которого ужалит, и он будет испытывать это ужасное действие яда, и свет ему будет немил, и все это говорит о том, что грехи рук и грехи уст уничтожают самое драгоценное, что есть у нас, это общение друг с другом, и эти грехи создают невероятный дискомфорт, я вижу это в шестом стихе, паутины для одежды негодные, в самом деле вот мы были в Турции, было довольно-таки прохладно в Стамбуле, хорошо, что я шапку с собой взял, а если бы вот в такую погоду в одежде с паутины, позвольте, вы бы замерзли, всегда грех доставляет человеку внутренний дискомфорт, и человек должен заглушать свою совесть какими-то новыми злодеяниями, это ужасная вещь, грех причиняет самую настоящую войну среди людей, посмотрите седьмой стих, ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови, мысли их мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их, пути мира они не знают, видите, здесь ясно сказано, что человек, у которого руки и уста сквернены, это постоянный воин, он будет видеть других врагов, он стремится не к тому, как сгладить какую-то проблему, но наоборот, как одержать победу, как выйти победителю, но еще одно есть последствия, восьмой стих говорит, еще раз читаем, пути мира они не знают, нет суда на стезях их, то есть они не знают, что такое справедливость, только одержать свою победу, пути их искривлены, никто идущим по ним не знает мира, вот чего лишен грешный человек, человеку, которого руки и уста сквернены, он не знает, что такое мир в сердце, глубокий мир, мир, который дает Бог, он всегда неспокоен, и самое страшное для такого человека остаться наедине, вот я вам рассказал про этих, про жизнь султанов, внешне, они же были очень здорово обеспечены, но посмотрите, для чего они эту воду включали, чтобы она лилась и заглушала их разговоры, потому что они не были уверены в том, что их окружение им верно, у них не было мира в душе, вот так и нечестивый, и особенно у такого человека нет мира с Богом, и когда вы его спросите, вот ты должен умереть, ты как предстанешь пред Богом, и он вам никогда не скажет, что он предстанет пред Богом и войдет вечную жизнь, я вот летел в Москву с одним человеком, мы разговаривали с ним, вот он узнал, что я верующий, и потом сразу спросил, а вы какой веры, я ему отвечаю, баптист, он говорит, у меня сестра двоюродная, вот в Кирове, она в эту секту попала, она пригласила на день рождения и сказала, что будет сухой день рождения, только чая и спиртного не будет, я говорю, ну хуже не было, он говорит, нет, и вот мы с ним разговаривали, и вы знаете, вот та же самая история, он говорит, вот вы знаете, я не могу поститься, у меня поездки, я батюшку спросил, он говорит, ну если поездки, можно там, в общем-то, и это, и нарушить пост, и вот, когда я говорил с этим человеком, я увидел, что мира в его душе нет, он пытается этот мир найти с помощью эпизодических постов, но если бы мир был в его душе, он бы много раз не прикладывался к бутылочке виски, которую он с собой из Турции прихватил, для чего им это нужно, для того, чтобы хотя бы на минуту почувствовать какой-то комфорт в душе, потом пророк говорит, что человеку, которого осквернены руки и уста, он будет полон несбывшихся надежд, 9 стих, потому и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас, ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраки, такие люди всегда думают, вот завтра будет лучше, вот когда мы выберем этого мэра, и того губернатора, и нового президента, будет обязательно лучше, но несбывшиеся надежды. Знаете, я дорогой читал одну очень серьезную статью о развитии мировой экономики, в этой статье указывается, что в общем все не так радужно, как может казаться на первый взгляд, и автор статьи намекает, что есть некоторые силы, есть некоторые глобализаторы, есть некоторые творцы систем, которые вот хотят что-то преобразить наш мир, учредить новый мировой порядок, а мы-то знаем, к чему это приведет, братья и сестры, мы-то знаем, кто стоит за этими силами, какая, какая вражья сила, и вот люди полны надежд, что вот, вот мы эти изменения сделаем, европейский союз мы создадим, вот ООН мы улучшим, вот тогда у нас и будет настоящая жизнь. Дорогие друзья, если, если руки осквернены, если уста осквернены, никогда надежда человека не исполнится. И поэтому еще следующий, следующий результат этих грехов полная безысходность, осязаем, как слепые стену, и как без глаз, нас ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерке, между живыми, как мертвые. Вы посмотрите, какая полная безысходность, тьма, слепота, и уже что живые, что мертвые, все одинаково. Человек по-настоящему не живет. И понятно, что отчаяние. Вот мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Видите, вполне ясно, что грешить невыгодно. Грех никогда не принесет человеку счастье. Грех принесет человеку множество страданий. И, как мы уже говорили, грех будет разбивать сердце Бога. Но является ли такое положение безнадежным? Нет. Как я уже в самом начале сказал, что Бог заинтересован в нашем спасении. Поэтому Он обращается с прямыми советами к людям, у которых скверны руки и уста. Он призывает людей признать свою вину. Вот что мы читаем в стихе 12 и 14. Вот преступление наше многочислено перед тобой, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступление наше с нами, и беззаконие наше мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали, рождали из сердца лживые слова. Обратите внимание, что для того, чтобы выйти из этого печального положения противоборства с Богом, необходимо говорить от первого лица. Я. Но пророк как бы от имени народа говорит мы, это понятно. Но ты лично о себе должен сказать. Ты должен сказать, что мои преступления многочисленны. Ты не должен говорить, может быть, чем-то я и, конечно, огорчил Бога. Ну, крупно я не грешил, так вот, что-то мелкое. Нет. Очень много наших преступлений пред Богом. Я напомню слова Томса Ватсона, он говорил, если бы мы увидели грех Божьими глазами, мы бы сошли с ума. грехи многочисленные, они свидетельствуют против нас. Видите, грех никогда не будет вашим другом. Он выступит, он убьет вас, он обкрадет вас, он сделает вас несчастными, а потом еще выступит свидетелем против вас. Ибо преступление наше с нами, беззаконие наше мы знаем. Так что говори от первого лица, скажи, я изменил, я солгал, я отступил, я говорил клевету, я изменял, я зачинал и рождал из сердца лживые слова. Из-за меня суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти. И, пожалуйста, пронзи свое сердце тем, что Господу противно попрание истины, как читаем мы далее, не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это, и, очень важно, и противно было очам его, что нет суда, нет справедливости. Подумай, какие чувства испытывает Бог по отношению к твоим делам, делам твоих рук и делам твоих уст, если они греховны, скажи, это противно отчам его. Пронзи это истинное свое сердце, вспомни о неизбежном суде за свои злые дела. 17-19 стих, «И он возложил на себя правду, как броню и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст врагам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное». Дорогие друзья, всякий грех будет наказан. Эту истину мы никогда не должны забывать. Вот почему, чтобы избежать этого наказания, мы должны признать нашу вину, пронзить свое сердце мыслью, что Богу это противно. И ради того, чтобы не досаждать Богу, не творить нечести перед Ним, избавиться от греха, исповедав Его, мы должны помнить о неизбежном суде. Если вы читали книгу Джона Буньяна о душе, вы помните, как эта душа, обольщенная дьяволосом, была захвачена им в этот жуткий плен. И вот тогда Эммануил пошел осадой на душу. У него были полководцы, убеждения, суд и казнь. И на знамени одного полководца скрижали закона Моисея, на знамени другого полководца огненная печь. И вот они стали осаждать этот город души, чтобы привести душу в состояние трепета. Вот так и Бог вынужден осаждать кого-то бедами, неудачами, может быть, жестокими болезнями, для того, чтобы привести нас в сознание, чтобы мы стали просить у Него прощения за нашу вину. И, конечно, мы должны обратиться к Искупителю. Это прекрасная слава в 19-21 стихах. И убояться имени Господа на западе и славе его на востоке солнце. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет Искупитель Сиона. И сынов Израилевых, обратившихся от нечестия, говорит Господь, и вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступит от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь отныне и до века. Посмотрите, как прекрасно, когда мы раскаемся в наших грехах и обращаемся к Искупителю. Он вступает с нами в завет. Этот завет принесет благо не только нам, но он принесет благо нашим потомкам. Здесь сказано, что до третьего рода Господь явит свою милость. Дорогие друзья, сегодня для нас важно проверить состояние нашей души, состояние наших уст и наших рук. Если мы жалуемся на то, что Бог скрыл лицо свое, и он не слышит, да, это может быть неким Божьим испытанием, потому что святые пророки иногда переживали такие вот отчаянные обстоятельства. Давайте вот что, если мы видим, что с нашими руками, с нашими устами что-то нехорошее, то сегодня Господь призывает нас восстановить взаимоотношения с Ним, раскаяться, признать нашу вину, и пусть Он благословит нас, пусть каждый из нас обретет мир с Богом, нормальные взаимоотношения. Если кто-то хочет покаяться, вы можете пройти сюда вперед, чтобы мы за вас могли помолиться, чтобы сам Бог наполнил вас миром, чтобы ваши руки стали орудиями добра, ваши уста устами благословения, чтобы ничто вас не разлучало с Господом Богом, чтобы вам было приятно и радостно с Ним. Поверьте, друзья, скоро Божьи суды изольются на этот мир, потому что мир уже созрел для того, чтобы быть пожатым, беззаконие распространилось везде, и воспользуйтесь сегодняшним временем, чтобы оказаться не на суде перед Богом, а оказаться среди спасенных. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово, за то, что действительно Ты могущественный, сильный, славный Бог, желаешь помогать людям, желаешь иметь с ними самое тесное общение. Господь, с Твоей стороны нет никаких преград, но к великой беде с нашей стороны эти преграды могут возникнуть. Мы можем, Господь, осквернить наши руки и наши уста и хотим сказать Тебе, великий Бог, прости нас, прости по великой милости Твоей, что не умеем мы блюсти наши руки и наши уста чистыми. Сколько раз наши руки и наши уста становились орудиями греха, смерти, разрушения, вместо того, чтобы быть орудиями добра, созидания, назидания, радости. О, Господи, мы просим Тебя, помоги нам и удержи наши руки от всякого нечестия. По великой милости Твоей удержи наши уста от всякого беззакония. Пусть слово доброе, неукоризненное, святое исходит из наших уст. Охрани нас, Господь, мы готовы просить Тебя, как просил когда-то пророк Давид, чтобы Ты положил охрану устам нашим, оградил двери уст наших, Господь, пусть все в нас прославляет Тебя. Мы просим, Господь, за тех, которые сейчас в раздумье, которые, возможно, в тишине души своей молятся Тебе, чтобы Ты очистил их, освободил от всяких грехов. Услышь эти молитвы людей. Господь, дай им покаяние, дай им обновление, дай, чтобы они действительно посвятили свою жизнь Тебе. Господь, расположи их сердца, искать Тебя, не успокоиться, пока Ты не очистишь их руки и их уста. Мы умоляем Тебя за всех, кому грех причинил столько страданий, столько борьбы, столько искушений, разрухи. Господи, воссоздай Ты, все разрушенное. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты помог этим людям в покаянии обрести мир с Тобою. И тогда Ты восполнишь всякую нужду. И тогда Ты, Господи, пошлешь истину и правду Твою, просветишь очи, наполнишь всякой благодатью миром человеческое сердце. Мы просим ради Христа об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok